На календаре 28 января. 28 января 1868 года местные статисты были заняты подсчетами. В Самаре прошла однодневная перепись населения. Спустя еще 29 лет, в 1897 и тоже 28 января, в Российской империи провели первую всеобщую перепись. В ней приняло участие почти все грамотное население губернии – учителя, врачи, представители духовенства, а также владельцы фабрик, заводов, пароходов. Они собственноручно заполнили переписные формуляры и листы. По сословному признаку, основную массу жителей почти 90% составляли крестьяне. Во время переписи было объявлено, что это мероприятие не будет служить поводом ни для каких новых налогов или повинности, а цель ее – познакомиться с населением и изучить его. К середине 19 века скотоводство в Самаре процветало. Как писали 28 января 1856 года самарские губернские ведомости, мясо и сало на рынках было в избытке. В то время центром мировой продажи сала считался Петербург. Город на Неве получал из различных губерний миллионы бочек с продуктом. Право на вывоз сала из Самары было только у купца Ивана Плешанова, и он весьма охотно им пользовался. На вырученные деньги Плешанов закупал большие партии сахара и вез их в губернию. 28 января 1880 года в Самару приехал австрийский подданный Альфред фон Вакана. Выбрав Волжский город для строительства пивзавода, он рьяно взялся за дело. Уже в 1881 году была произведена первая варка пива. Однако Вакана был не только пивным королем, но и известным коллекционером. Коллекцию Альфреда Филипповича составляла уникальная посуда, вазы, шкатулки, украшения, мебель. Был здесь даже саркофаг с мумией. Сегодня уцелевшая часть коллекции Вакана находится в Эрмитаже, а также в Самарском художественном музее. Наверное, трудно назвать какие-то крупные мероприятия благотворительного характера в Самаре, которым не имел бы отношения Альфред Фон Вакана. Многие его любили за это, кто-то завидовал. Фигура, безусловно, была неоднозначная, но очень симпатичная. Человек с художественным вкусом, человек, интеллектуал. Безусловно, собирал те вещи, которые составляют, наверное, славу любой коллекции, любого художественного музея. Я думаю, Самарский холивический музей, наверное, гордится теми предметами, которые достались до коллекции Вакана. А теперь вспомним известных людей, появившихся на свет в этот день. Это Анна Иоанновна, российская императрица из династии Романовых. Она родилась 28 января 1693 года. 28 января 1798 года родился великий князь Михаил Павлович Романов, младший брат императоров Александра I и Николая I. Великий князь внес значительный вклад в развитие военного, особенно артиллерийского дела в России. 28 января в 1853 родился Владимир Соловьев, выдающийся философ и знаменитый поэт своего времени. А 34 года спустя, в 1887 на свет появился Василий Чапаев, легендарный начдив Красной Армии, главный персонаж многочисленных анекдотов. Сегодня поздравление с днем рождения принимает Александр Владимирович Синопальников, генерал-лейтенант полиции, начальник управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Самарской области. Ждут гостей на именины Елена, Максим и Павел. В народном календаре 28 января Павлов день. В эту пору было принято наблюдать за ветром и звездами. Звездная ночь на Павла сулила богатый урожай льна, а ветер обещал сырой год. Это были события дня 28 января. Продолжим завтра.